Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Сейчас я вам покажу домик небольшой, где ниже в описании укажу, восьмомость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится, Краснодарский край, Белореченский район, поселок Первомайский, улица Кубанская, номер дома 12. И ниже в описании, как обычно, будет указан номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Смотрим с вами этот домик. Так, мои хорошие, сейчас буду вам показывать небольшой домик для Белореченского района. Это недорого, это недорого, но, друзья, я знаю, что вы меня будете ругать и писать, говорить, что Николай, почему так дорого, этот хлам, завалюха и так далее. Друзья, еще раз повторяю, перед тем, как это все писать, сначала изучите, что продается сейчас у нас в Белореченском районе и самом городе, и вы тогда уже поймете, что это предложение на самом деле неплохое. Почему? Потому что здесь у нас есть вот такая летняя кухня, где можно сделать баньку и вот такое жилое помещение, где, в принципе, есть у нас также участок, где можно построить себе дом. Самое главное, что есть у нас газовая труба прямо по участку. Ну, давайте все сейчас будем подробно все смотреть. Так, ну, смотрите, у нас есть, получается, вот такая летняя кухня, сейчас покажу, и также домик получается из двух комнат, прихожая, даже из трех комнат, вот, но что мне зацепило, зацепило здесь участок, вот именно прям акцент сейчас на него поставлю, участок угловой, здесь у нас, если не ошибаюсь, 11 соток, обратите внимание, у нас газовая труба, вот она проходит прямо здесь, улица широкая и соседи, с этой стороны соседей нету, с этой стороны тоже соседей нету, это получается ваша сторона, и у нас в конце участка только вот эта часть соседей, я имею в виду в конце участка. Теперь смотрите, в чем здесь преимущество? Преимущество то, что понятно, что газовая труба здесь есть, школа буквально от этого места, от силы ребенок будет идти, ну, 10, ну, 7 минут, потому что тут рядом, и самое главное, друзья, наконец-то в этом поселке сейчас строят детский садик, имейте ввиду, что, в принципе, то же самое, недалеко от школы, детский садик сейчас уже строится, также у нас есть магазины тут, есть у нас администрация рядом, сберкасса есть и медпункт, вернее, извините, больница, вот тут недалеко есть скорая помощь и больница, прям шаговой доступности, участок немаленький, в принципе, чистенький, аккуратненький, ну, единственное, вот это вот работа только покосить и все, походу плодовых деревьев, их тут не так много, но они есть, это у нас получается вот три абрикосы, вот есть поменьше дерева, есть побольше, у нас вот есть яблоня и также у нас есть два грецких ореха хороших. Дальше, так, давайте вернемся опять с этой стороны и сейчас вам хочу показать вот эту кирпичную летнюю кухню, которую лично мое мнение можно переделать как, ну, типа бани, смотрите сами, либо оставить как есть, так, ну, тут есть уже навес небольшой, это уже огромный плюс, опять же, огромный плюс в том, что здесь у нас она получается кирпичная, капитальная, хорошая, пусть она небольшая, также у нас забетонирована здесь вот такая площадка, и смотрите, заходим, и вот она, вот эта летняя кухонька, на полу плитка, деревом обшита, свет есть, осталось лампочку прикрутить, так приятненько, можно, кстати, в баньку переделать, смотрите, сами, конечно, выводы делайте сами. Так, дальше, открываем, это типа кладовки, ну, тут это вещи лежат, и самое главное, вот здесь, ну, тут видите, здесь есть подвал Росчеловека, сухо и комфортно, на самом деле, друзья, здесь грунтовые воды далеко, сами приедете, в этом убедитесь, и вот, прямо вот здесь у нас есть подвал, ну, смотрите сами, опять же, я же говорю, можно вот это все сделать под баню. Дальше, давайте улицу сейчас покажу, улица тоже очень важна, это очень-очень хорошо, когда у нас, в принципе, участок угловой, видите, вон дети гуляют, улица хорошая, вон там улица у нас, вот фасад, и вот еще тоже у нас с этой стороны есть улица, давайте даже вот специально покажу вам, что вы это видели и понимали. Кстати, вон видно кран строительный, строят садик, тут недалеко. Кстати, здесь протекает горная река Белая, прям рядом, можно рыбку половить и покупаться, и вот он участок, смотрите, и вот он у нас участок, и вот буквально вот там где-то метров, ну, блин, ну, где-то 300, вот так от силы это будет, проходит асфальт. Вот эту часть мы оценили, поняли, что фасад широкий, не маленький, самое главное, что он угловой, здесь плюс-минус, напоминаю, 11 соток, в принципе, в общем, это нормальное количество, если кто-то не хочет заниматься сельским хозяйством. Есть забор также, ворота, калитка, и теперь смотрите, оцениваем сам домик. Домик сам, часть саман, сам турлучный, в принципе, в общем, неплохой, в общем, неплохой. Вот за эту сумму у нас электрический счетчик, вот видно, поменяли. Понятно, что здесь деревянные окна, и давайте вот сейчас покажу вам вот эту часть. Заходим, у нас вот такая прихожая, лично мое мнение, вот здесь бы я перегородку поставил, и пока временно сделал бы, допустим, душевой и туалет. Опять же, это мое предложение. Дверь тут деревянная, ну, по крайней мере, открывается, закрывается. И смотрите, что мы видим здесь, мы видим типа кухню, печка, здесь центральный водопровод, уже прям подведенный сюда, деревянное окно, обои, как бы, обои, это получается, как нижняя полка. Ну, полы здесь, друзья, очень хорошие по состоянию. Теперь смотрите, вот у нас, мне радует, что две комнаты не проходны. Вот это огромный плюс. В старых домах все проходное, а тут, видите, не проходное. Вот она, первая комната, она где-то квадратов 15 плюс-минус, может быть, чуть-чуть меньше, полы в хорошем состоянии. Потолок, друзья, ну, что есть, то есть, он низковатый, чуть-чуть, ну, так, с прогибом. Я думаю, камера это все видит, хотел сказать чуть-чуть, но он с прогибом. Вот так давайте, вот так. А так, в принципе, жить можно и строиться. Это первая комната. Вторая комната, смотрите, она вот поболее, посветлее видно, да. Здесь уже потолок более ровнее. У нас также три окна деревянных. И на полу линолеум. Кстати, тоже пол идеальный. Вы, когда приедете, сами это все оцените. Давайте я ту сторону дома покажу вам, потому что я его не показал, а то забыл. Кстати, ну, летняя кухня вообще классная. Кстати, типа гаража, можно машину загнать, поставить. Ну, легковой автомобиль смело поместится. Уже какой-то навес есть, уже раду для автомобиля. Здесь у нас виноградник. Ну, в будущем его правильно завести, распределить и будет очень аккуратненько. Так, оцениваем кровлю с этой стороны. Да, крыша у нас старая, но, по крайней мере, не течет. Все хорошо. Единственное, там по мелочевке сделать и все. Здесь, понятно, лично мое мнение, побелить, покрасить. Ну, вернее, если точнее, покрасить. Так, вот сарай. Сейчас мы тоже на него акцент поставим. И давайте вот ракурс с этой стороны смотрим. Оценили. Тоже надо побелить, покрасить. Это у нас сосед. И давайте вот эту сторону тоже застрим. Внимание. Ну, тоже побелить, покрасить. А так, друзья, пока на время можно жить в этом доме и строиться. И давайте вот сейчас посмотрим с вами вот этот сарай. Сарай, в принципе, неплохой. Не маленький. Тоже можно даже курить, держать, если надо. Вот. И вот уличный туалет у нас вот этот. Единственная дверь на уличном туалете подшаманить. И все. А так, в общем, в принципе, неплохо. Ну, что, друзья, посмотрели мы с вами очередной обзор недвижимости. Напоминаю, что дом находится в Краснодарский край, Белореченский район, поселок Первомайский, улица Кубанская, 12. Ниже в описании будет обязательно указан номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. А так, в принципе, друзья, домик неплохой. Земли у нас, в принципе, предостаточно. Есть летняя кухня, которую вы переделаете в баню. И жить можно временно и чтобы в будущем строиться. Потому что я показываю это том для тех, у кого либо ограничена сумма, либо вы хотите жить и строиться. Потому что такие у меня подписчики есть, друзья. Ну, что, прям сейчас ставим лайки, прям сейчас пишем ваше мнение именно по этому дому. Обязательно, кто не подписан на мой канал, подписываемся. И, конечно же, ждем с вами очередной обзор недвижимости. Всем пока-пока.